Вот и лето прошло. В стране более миллиона учащихся перешагнули школьный порог. Можно учиться хорошо и получать десятки. О чем мечтают первоклассники? Сводник вне закона. В Могилеве задержали 26-летнего сутенера. В настоящее время оперативники в сфере нравов устанавливают все эпизоды преступной деятельности. Как организовывались встречи? У природы. Синоптики обнадежили, сентябрь будет не хуже августа. Самое хорошо – 25. Когда ждать настоящей осени? А также окончательный список, лидеры промышленности и все дороги ведут в Беларусь. За неделю республику посетили более 4000 европейцев из 38 государств. Чем синякое привлекает гостей? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Открытый микрофон. Александр Лукашенко встретился со студентами вуза в Витебской области. Вместо первой пары – диалог с главой государства. Аудиторией стал актовый зал Госуниверситета имени Машерова. Здесь учатся чуть более 9,5 тысяч студентов, без малого – полторы тысячи иностранцы. Президенту доложили об итогах вступительной кампании, показали выставку с достижениями вузов региона – науки, культуре. На встрече с ректорами в феврале текущего года я попросил спланировать посещение вузов как в столице, так и в наших регионах. В том числе и у вас. Во-вторых, назрела тема для серьезного разговора с вами, поколением которому предстоит продолжить исторический путь в Беларусь, в меняющемся с бешеной скоростью мир. Мир изменился, события происходят быстро, темп космический. Вы, наверное, чувствуете такой темп. Если нет, то став студентами, а те, кто уже первый год студент, уже это почувствовали. И то, что на вчерашние инновации сегодня мы смотрим как на музейный экспонат, вы тоже это почувствовали. Речь не только о науке, технологиях, реальном секторе экономики. Это касается и социальной сферы, и отношений между нами. Глава государства отметил, в белорусских регионах создаются хорошие условия для жизни и развития, а областные вузы по уровню преподавания не отличаются от столичных. В ближайшем будущем фокус сместится на инженерные рабочие специальности, заявил Александр Лукашенко. Торговец утехами. В Могилеве правоохранителями пресечена преступная деятельность 26-летнего местного жителя. Сотрудники по противодействию торговли людьми установили, молодой человек занимался сутенерством, привлекая для оказания интимных услуг подругу. Он искал клиентов в соцсетях и мессенджерах, договаривался о месте встречи. Зачастую фигурант предоставлял свою квартиру. Цена оказанных сексуальных услуг варьировалась от 50 до 120 рублей, от которых сутенер получал комиссионные. В настоящее время оперативники в сфере нравов устанавливают все эпизоды преступной деятельности. Подозреваемый задержан, следователями возбуждено уголовное дело. Мошеннические схемы, лесной запрет и список обжалованию не подлежит. Правительство определило перечень видов ремесленной работы. Кто в него вошел? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Промышленность сохраняет статус одного из лидеров в экономике Беларуси. За семь месяцев года рост 7,5%. Касаемо торговли, то плюсует и розничный, и оптовый товарооборот. Этому способствует увеличение реальных доходов населения. Хорошая динамика в сельском хозяйстве и выпуск продукции ускорился, добавляет и транспортная отрасль. Правительство определило перечень видов ремесленной работы. В него вошли аутентичные самобытные ремесла, изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело. То, что не попало в список, например, создание свадебных аксессуаров, свечей, мыла, физическое лицо сможет осуществлять в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. По информации Госпогранкомитета, за неделю Беларусь посетили более 4 тысяч европейцев из 38 государств. В профильном ведомстве заявили, попытки западных властей разделить людей и страны остаются тщетными, несмотря на антибелорусскую пропаганду и создание препятствий для туристов. Отечественный безвиз позволяет не только путешествовать свободно, но и лично убедиться в открытости нашего народа. В Беларуси участили случаи мошенничества с арендным жильем. Проблема имеет сезонный характер. Спрос на квадратные метры в крупных городах растет в конце лета и осенью. Именно в это время квартиры ищут студенты и молодые специалисты. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо быть внимательными и читать все бумаги. Самое главное – не перечислять задаток до заключения договора. Запреты и ограничения на посещение лесов введены по всей стране. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. В стране стартовал новый учебный год. Трогательный, волнительный, счастливый. В этот день вновь за парты сели 24 тысячи бобруйчан. Из них более трех тысяч впервые. Телеканал «Бобруйск-360» отправился на торжественные линейки, чтобы вновь почувствовать себя школьниками. Как это было? Далее. И снова 1 сентября. Этим утром в учреждениях образования большой праздник. Свыше 24 тысяч юных бобруйчан с новыми силами спешат навстречу знаниям. Бурные аплодисменты звучат в адрес главных виновников торжества первоклассников. В 35-й школе в мир детства окунаются и высокие гости. Сегодня школа набирает 1700 учащихся. Это говорит о том, что микрорайон молодежный развивается. Активное строительство жилого массива, в том числе для многодетных семей, способствует этому. За три года ваше учреждение показало достойные результаты в образовательном процессе, воспитательных и творческих мероприятиях. Дорогие учащиеся, не останавливайтесь на достигнутом. Дерзайте, набирайте опыта, стремитесь к знаниям. В насыщенной творческой программе всеми любимая часть торжественной линейки стихотворения от маленьких звездочек. Вам не слышно? С двухметровой высоты мы поставим вам стремянку, чтобы с вами быть на пыль. Очень сильно ждала первое сентября? Да. А почему так сильно ждала? Потому что это праздник. А что ты школу любишь? Расскажи. Потому что там вкусно, можно покушать и много знаний дают. Можно учиться хорошо и получать десятки. Меня очень вкусно покормили. Мне дали чупа-чупс и сельфирку. А в школе будешь на одни десятки учиться? Ну, на девятки тоже. Порог 35-й школы впервые переступают 180 мальчишек и девчонок. Всего в городе по лестнице знаний начинают шагать свыше двух с половиной тысяч первоклассников. Для каждого подарок от президента книга «Беларусь наша родима». Ключевые вопросы развития системы образования были отмечены президентом нашей страны в рамках Левиканского педагогического совета. Задан тон не только на ближайший год, но и на дальнейшую перспективу. Президентом поднят ряд вопросов, которые очень важны для системы образования. А самое главное, мы услышали, что педагог – это опора государства. Поэтому мы понимаем ту ответственность, которая возложена на систему образования. Все поставленные задачи будут реализованы в нашем городе и абсолютно уверены на самом достойном уровне. Первый звонок звенит и в третьей гимназии имени митрополита Филарета. На торжественной линейке 955 учащихся от мала до велика. Вместе с ними их родители, учителя, руководство учреждения. Поддержать ребят перед началом первого, очередного и последнего учебного года приходит председатель горсовета депутатов и зампред горосполкома. Особенно приятно присутствовать в третьей гимназии, в своей родной гимназии, которую когда-то, много лет назад закончил. Сегодня коллектив наш, детский коллектив ребят, учащихся, пополнился большим количеством первоклассников. Все они нарядные, все они яркие, все они веселые. Я убеждена, что их каждый школьный день, каждый школьный год будет радостным, будет успешным, будет победным. Сегодня совершенно особая атмосфера в гимназии. Все рады встрече после долгих каникул. Звонким смехом наполнились наши коридоры. Дети рады видеть своих любимых педагогов. В этом году за парты 34-й школы садятся 1300 ребят. Среди них 43 выпускника и почти 115 первоклассников. Для комфорта и уюта все лето велись текущие ремонты, обновления отдельных кабинетов, игровых и спортивных площадок. Работы проводились силами педагогов, активно помогали шефские организации и городской исполнительный комитет. Я хочу пожелать нашим первоклассникам, чтобы они смело шли по жизни, запомнили этот классный, замечательный, красивый праздник на все оставшееся время учебы и своей жизни. Хочу пожелать 11-й классникам 34-й школы и всех 11-й классникам города Бобруйска, чтобы они в этот трудный, важный период своей жизни получили нужные необходимые знания, компетенции, навыки и смогли определиться с выбором профессии. Для школьников новый этап серьезной работы, открытий и впечатлений. Для первоклассников первый шаг в интересную и познавательную жизнь. Для педагогов перспективы и возможности. Сегодня все наши школы распахнули двери, давая детям возможность к успеху и развитию. Конечно же, новых побед, творчества, креатива. В первый день нового учебного года внимание школьников приковывает единый урок. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Свыше 1 миллиона 70 тысяч учащихся по всей стране принимают участие в важном диалоге, ведь воспитание настоящего гражданина и патриота – незыблемый ориентир образовательной системы. День знаний – это волнительный день не только для детей, родителей, но и для учителей. Нам всегда интересно, какие дети сегодня к нам придут. Мы можем гордиться спортсменами белорусскими, белорусскими космонавтами, белорусскими традициями, белорусским народом. Школа – это для нас дом, чтобы учиться, все узнавать, разные науки. Я буду исключать по детскому саду, но в школе интереснее. Россыпь белых бантов. На свою первую торжественную линейку в 27-ю школу имени Веры Харужей приходит 82 первоклассника. На глазах родителей слезы. Впереди 11 долгих лет. На путстве ребятам дает депутат палаты представителей национального собрания Ольга Жук. Вы знаете, вот очень понравилась фраза нашего главы государства, что сегодня мы все, дети, родители, педагоги, делаем шаг в будущее. И вот действительно мы в 27-й школе, как и во многих других во всех школах Беларуси, сделали шаг в будущее. Шаг в будущее наших детей, вот именно самый настоящий, яркий день знаний прошел сегодня. Завершение пути не менее важным. Этот день становится и для выпускного класса. За парты в этом году в последний раз сядут 89 человек. Еще вчера они были маленькими ребятами, только-только перешагнувшими школьный порог. Сегодня это целеустремленные юноши и девушки, которые, несмотря на все преграды, идут к своим мечтам и покоряют новые вершины. Я вспоминаю свой первый класс, глядя на этих малышей. То есть, несмотря на то, что уже прошло столько лет, все равно есть тут самая как-то радость, какое-то такое вот волнение, но приятное. Честно говоря, до сих пор как-то не верится, что, ну, теперь моя параллель несет, получается, вот класс в Бакане с девочку, с колокольчиком. Всегда почему-то это было какое-то прям вау-воспоминание. Такое приятное чувство. Очень рада, что учусь именно в этой школе. Очень отличные учителя у нас, очень классный класс. Вот, в целом, мне очень-очень нравится. Дальше ребят ждут школьные будни со взлетами и падениями, успехами и разочарованиями первыми и последними десятками в дневниках. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Елизавета Житкова, Константин Шевцов, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Павел Зуев, Бобруйск-360. У слада для глаз. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Апгрейд добрался до улицы механизаторов. Здесь вместо асфальтного покрытия укладывают новую пешеходную дорожку. Пока специалисты на стартовой линии. Впереди около километра работы. От внимательного взора бобруйчан не ускользает ни одна деталь преображения любимого города. Много площадок детских открылось. Заметили, что по социалистической улице приложили велодорожки, плиточку. Бобруйск становится все удобнее, комфортнее и лучше. Город действительно становится с каждым годом крашей-крашей. Что-то высаживает, цветы. Красиво очень, уютно. Ремонтируется, смотрю, дороги везде. Очень приятно. Один раз в год приезжаю в Бобруйск. И, конечно же, очень много все меняется. Заметно, что очень много новостроек. Яркие, красивые новостройки. Что старые дома обновляются. То есть, вот этот капитальный ремонт с внешней стороны. Мне очень нравятся изменения, которые происходят в Бобруйске в последнее время. Улицы облагораживаются. Делаются дорожки не только в каких-то центральных местах, но и среди домов. Это очень приятно. Не словом, а делом. Бобруйск уверенно подтверждает статус города для жизни. Специалисты с ранней весны до поздней осени трудятся во благо красивой картинки и комфортных условий. В августе дорожное полотно уложили по улице Бресской, Тимирязева. Также сотрудники ДЭП провели ямочный ремонт по энергетиков и Карла Липнихта. Облагораживают улицы Каменского, Кирова и Парковую. На днях начнутся работы на Войково, Горелико, Комбинатское, Лыньково, Орджоникидзе и энергетиков. В смене ритма, в смене красок. Этот мир еще прекрасней. Метеорологи пообещали, первый осенний порадует летней погодой. При этом доставать легкий осенний гардероб не помешает. С утра и ближе к ночью будет веять прохладой. Метеорологическое лето продлится минимум полторы-две недели. В конце месяца в северо-восточных районах уже можно ожидать первые заморозки. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Норма плюс 12,4 градусов. Месячное количество осадков предполагается около климатической нормы. Местами меньше средних многолетних значений. Норма составляет 47,6 миллиметров. То, что хорошая погода, это очень хорошо. Продлится лето, хочется больше тепла, потому что холод всегда больше надоедает. Самое хорошо – 25, и ночью хай 10. Тогда оно нормально. Не помню, когда было такое хорошее лето, хорошая погода. Планы наслаждаться каждым днем. А пока плюс 32. Правда, вместе с температурой растет и градус пожарной опасности. В Гомельской области объявили пятый чрезвычайный класс. По народным приметам, чем суши и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Сразу после новостей – новые выпуски историко-культурного проекта «Старый город». Место встречи – дом по улице Карла Маркса, 73. Узнаем, что можно было, кроме новых поступлений, записей и пластинок, приобрести в музыкальном магазине Иосимова. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!